Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Продолжаем большую тему пробуждения человечества. Как определить свои истинные желания? Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Итак, продолжим разговор об истинных желаниях человека. Чтобы выявить свои желания, вам нужно посмотреть на себя со стороны. И вот как вы можете это сделать. Попробуйте определить свое место в обществе и в собственной семье. Спросите самого себя, доволен ли я тем, что имею, и тем, как ко мне относятся окружающие люди и члены моей семьи. И здесь очень важно получить ответ, который вам даст ваша душа, а не человеческое эго, которое поистине ненасытно. Чтобы не перепутать эти ответы, вы можете воспользоваться все той же чакровой шкалой. Ответы вашей души будут вибрировать на шестой и седьмой чакрах, а ответы вашего эго на трех нижних чакрах. Вы можете задавать своей душе самые разные вопросы, но главный их смысл должен заключаться в том, чтобы понять, от кого исходило то или иное ваше желание, что лежало в его основе. И нужно ли вам на самом деле то, о чем вы мечтаете. Вы уже находитесь, родные мои, на той ступени своего духовного развития, что вполне способны понять, что чаще всего жизнь людей строится по одной и той же веками отработанной схеме. Успешная учеба, престижная работа, удачная женитьба, большой дом, дорогая машина, развлечения, путешествия и прочие соответствующие этому атрибуты. И все дружно пытаются забраться на эту гору социальной успешности, на вершине которой вас ждет вожделенное материальное благополучие. Кто-то оказывается на вершине первым, кто-то застревает на полпути, а кто-то и вовсе скатывается вниз, выбившись из сил. Но миллионы людей на вашей земле упорно карабкаются на эту самую гору. А вы никогда не задумывались о том, почему так однообразно желание миллионов и даже миллиардов людей на вашей планете? И почему так мало людей, которым все это неинтересно и которые счастливы довольствоваться малым, но не жить как все? А ведь они и есть те редкие люди, которые сумели услышать желания своей души, а не гнаться за желаниями своего ненасытного эго. Они позволяют себе жить нестандартной жизнью, занимаясь тем, что нужно и интересно им самим, а не тем, что навязывает им общество, семья, религия. Они, будто вольные птицы, отправляются в свободный полет, вырвавшись из клетки дуальности, в которой заперто большинство людей на земле. Они не зависят от чужого мнения, мировоззрения, суждения. Они сумели услышать зов своей собственной души. И обрели внутреннюю свободу, тем самым вернув себе право выбора, которое является божественным проявлением каждого человека. Осмотритесь вокруг, родные мои, понаблюдайте за вашими друзьями, коллегами, родственниками, да просто знакомыми. Почувствуйте, что движет ими. Почему выбрали они тот или иной образ жизни? Каковы их желания и мечты? Попробуйте понять, продиктованы они их душой или нет. Или их эго, которое является рабом стереотипов мышления и поведения. Вы удивитесь, насколько одинаковы люди, насколько они обезличены. А затем попытайтесь дать четкую, ясную, объективную оценку самому себе, насколько подвержены вы сами этими программами трехмерного мира. И есть ли у вас желание вырваться из этого заколдованного круга, бесконечной погоней за тем, что навязывает вам общество потребления, это чудовищное порождение рептилоидов. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта, вы прослушали тему, как определить свои истинные желания.